День неизвестного солдата Издатель Российского исторического общества предложил создать комиссию по изучению преступлений нацистов В ее состав приглашаю войти представителей отделений из тех регионов, которые пострадали от оккупации в годы войны Приветствовал бы участие в этой работе представителей других отделений Российского исторического общества Результатом наших усилий должна стать серия просветительских мероприятий и выставок Подготовка документальных публикаций, установка новых памятных знаков В годы Великой Отечественной многочисленные преступления нацистских оккупантов тщательно фиксировались В 1942-м для этого даже был создан специальный орган, чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников И сегодня, говорили собравшиеся в стенах Дома Российского исторического общества Настало время обратиться к этим документам и сделать их достоянием общественности Публикацию приурочат к 75-летию победы в Великой Отечественной войне Первые результаты мы к юбилею майских событий следующего года представим Это будут первые выставки в регионах Наша молодежь все-таки лучше знает события войны, чем предыдущие поколения 90-х годов И тем не менее, факты и опросы показывают, что знания не глубоки И степень сопереживания со страной, со своей историей, она тоже еще нуждается в повышении Войти в состав комиссии Сергей Нарышкин пригласил в первую очередь представителей отделения РИО из регионов, пострадавших в годы оккупации На встречу с председателем в этот день специально приехали два десятка руководителей региональных отделений Российского исторического общества От Хабаровска и Владивостока до Калининграда и Крыма Крым находился в условиях немецкой и румынской оккупации с ноября 1941 по апрель 1944 года Это свыше 900 дней и оккупация стоила мирному населению Крыма около 100 тысяч жизней Мы видим, как поднимают голову неонацистские настроения фашистские И эта деятельность будет способствовать купированию в зародыши, распространению подобного рода вредных идей Кроме того, руководство региональных отделений Сергей Нарышкин призвал к взаимодействию с проектом без срока давности Он также посвящен трагедии нацистской оккупации и ставит свою целью возвращение темы жертвы среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны Государство не прирастает столицей, оно прирастает своими регионами и своими территориями Чем территории становятся наиболее разнообразнее, наиболее сильны, наиболее разнообразны свои деятельности, тем лучше То же самое можно четко сказать и о деятельности региональных Чем сильнее будут региональные организации общества, чем они активнее будут проводить работу Чем, так сказать, они будут активнее привлекать к себе различные общественные организации, широкую общественность Тем, так сказать, это будет лучше для и российского исторического общества, и вообще для нашей страны В ходе заседания каждый из руководителей отделения рассказал об актуальной исторической повестке в своем регионе Поведал о задачах и трудностях Так, доклад заведующего кафедры истории России Смоленского госуниверситета отражал настроение студентов и молодежи в целом соседней Белоруссии. Большинство из них сегодня связывают свою историю с Литвой и Польшей, а совсем не с Россией. Причина – система образования в белорусских школах. С вопросов государственности уже начинают появляться серьезные расхождения. И связано это, в первую очередь, как мы понимаем, с той установкой на написание учебников в рамках национальной истории Белоруссии, что неизбежно ведет ко все более очевидной разбалансировке в рассмотрении отдельных событий в совместной истории двух соседних государств. Мы с западным славянским соседом вот уже 20 лет живем в одном союзном государстве. И если сегодня мы ставим задачи по углублению интеграционных процессов на пространстве союзного государства, то вряд ли этому будет способствовать все более расходящиеся оценки нашей общей с Белоруссией истории. Ведь оценки прошлого могут иметь как центростремительные, так и центробежные последствия для последующих поколений. Одно из приоритетных направлений Ленинградского отделения на 2020 год – акция «Живая память победы» в семейных архивах к 75-летию окончания Великой Отечественной. А в Казани совместно с коллегами из Ульяновской и Самары сейчас реализуют проект «Засечная черта». Наконец, в Севастополе к столетию русского исхода возведут музейно-храмовый комплекс. Мы будем создавать этот мемориал. Он разбит на несколько очередей. И мы хотели бы к ноябрю 1920 года, когда ушли гражданские военные беженцы из Севастополя, из Крыма, открыть небольшой храм. У него уже есть название. Был наслаждение Крымской и Северопольской епархии. Храм в честь иконы Божьей Матери Мещенистых Сердец. Кроме того, в будущем году особое внимание уделят столетию окончания гражданской войны в Крыму и Сибири. Среди других приоритетных направлений деятельность российского исторического общества подготовка к 350-летию со дня рождения Петра Первого. Юбилейная дата отмечается уже в 2022 году. Служба информации Российского исторического общества.